Добрый-добрый день, друзья! Нет, не камера у меня запотела, тут вообще так бывает. Это Камчатка, это Вилючинский перевал. Едем мы в сторону дачных источников. И вот прямо сейчас оттуда едет вот такой КамАЗ. Тут пыльно, от любой проезжающей машины поднимаются клубы вот такой вот пыли, которая смешивается с холодным туманом, который спускается сегодня здесь с перевала. Ну да, так, экстремальненько. А? А, накурили, подсказывают, ну да. Туман такой, что по большому счету не видно ту самую Вилючинскую сопку, которая здесь вообще-то в двух шагах. И мы как раз у ее подножия. Едем мы к подножию вулкана Мутновский. И вот, собственно говоря, именно там те самые дачные источники, или как их называют, Малая долина гейзеров. Хотя гейзеров там нет. Ну, будем совсем разбираться по порядку. Дорога вот такая. Ну и дорогу-то очень долго не считали. Это был такой технологический проезд к той самой Мутновской геотермальной электростанции. И более или менее относительно недавно ее выпрямили, выровняли. И хотя бы можно проехать уж не на совсем злой полноприводной машине. Хотя, как вы понимаете, легковушек тут тоже немного. Мы едем на этот раз вот на таком камазончике, видите, чуть голубоватого цвета, с надписью Enjoy, Камчатка. 6 на 6, все как полагается. Еще несколько камазов. Вот там Урал. То есть техника тут серьезная. И, конечно, испытывают тут ее на прочность. Ну, есть и те, кто вот на таких микроавтобусах добираются. Но это тоже очень серьезные делики. Очень я люблю эту машину. Катались мы как-то на таких и в Грузии. Это класс. Вообще, Мутновский перевал, конечно, точка важная. Отсюда должны были, по идее, открываться расчудесные виды даже тем, кто стоит в очереди в туалет. Потому что уже вот туда должно было быть очень красиво и хорошо. Видите, молоко такое, что не видно ничего на расстоянии не то, чтобы вытянутой руки, но, по крайней мере, уже метров на 50-100. Вот это все горы-горы. Вот это все подножие вулкана. Вам, как вы понимаете, мне остается лишь поверить. Подойдем мы сейчас еще и вот к тем трем столбам, тем трем идолам. Есть вот куча легенд, куча поверья относительно того, почему когда-то земля эта задрожала, почему устали извергаться вулканы. Местные коренные жители и тельмены придумывали, конечно, одну легенду за другой. Про то, что готовили себе духи еду. Поэтому вулканы дымились. Про то, что после еды радостно плясали, танцевали. Поэтому земля дрожала. Ну и вот как иллюстрация тех верований, как раз таки вот эти три столба. Перевал относительно недавно стал местом отдыха. Тут появился Вилючинг Кэмп. Вот он там чуть впереди. Видите, стоят машинки и такие небольшие домики. Там можно и отдохнуть. Остановиться с ночевкой. Там есть и что-то вроде небольшого глэмпинга, где можно и кофе выпить, и Wi-Fi найти. И вообще такой островочек цивилизации в здешних абсолютно диких краях. Края действительно дикие. Местные жители тут толком никогда не селились. Рек полных рыбы здесь нет. Места опасные, потому что зимой сходят снежные лавины. Весной и осенью сели. Летом, ну да, что-то цветет, но особо делать тут нечего. Поэтому-то, собственно говоря, даже те самые казаки в начале века 18-го сюда особо не ходили, никаких поселений здесь не основывали. И вообще первые, кто здесь на постоянной основе появится, будут послевоенная молодежь. То есть ученые и такие активисты, которые приезжали сюда, в том числе и исследовать новые альтернативные источники энергии. Поэтому вот та самая геотермальная мупмовская электростанция, это категорически интересно. Мы сами еще о ней поговорим. Ну и дачные источники, как легенда гласит, что как-то в августовский денек погода была отличная. И написали геологи, которые эти места разведывали, что, мол, тепло, здорово и комфортно, чуть ли не как у меня на даче. Ну вот так. Музыка там прям звучит. Слышите, надо, да? Прямо глэмпинг, глэмпинг. А вон там над ним еще и такое сердечко из снега висит. Снег здесь не тает даже летом. Смотрите, тем не менее, как вот эти абсолютно тундровые края украшены цветами. Представляете, вот все вот это вот великолепие успевает зацвести, успевает дать какие-то свои семена за считанные несколько недель того времени, пока здесь нет снега. Ну, суровые и, тем не менее, по-своему красивые края. Перевал перевалом. Нас с вами впереди ждет как раз Мутновский, его подножие и те самые дачные термальные источники. Ну что, наш космический корабль под названием КАМАЗ с надписью на борту Enjoy Камчатка все-таки высадился здесь на поверхности. Ну и, конечно, то, что космос, это вот прямо в точку, потому что и шумит все, как космический корабль. Вот там в тумане как раз остается та самая Мутновская геотермальная электростанция. 50 мегаватт. Ни много и ни мало, сколько есть вообще. Рассмотреть ее подробнее мы с вами еще сможем чуть попозже, но то, что действительно добывают здесь электроэнергию за счет пара, который нагревает сама матушка Земля, это фантастически интересно. Это все не пар, это все туман, в котором мы ехали от того Мутновского перевала. Ну вот как ежики в тумане, как джип там, видите, поднимается. Вот приблизительно так же. Причем ехали по плохой дороге, но я успел вздремнуть. Вот так иногда бывает на Камчатке. То есть трясло и колбасило и качало. Ну так как-то если как-то знать, как распереться в салоне вахтовки, то вроде как и можно чуть поспать. Здесь никакой базы Камчат и Тура мы сами не наблюдаем. Здесь просто парковка. Хорошо, что есть туалет. Туалет всегда легко найти в подобных местах по очереди, которая выстраивается туда. Ну и понятно, всякого рода джипы вообще по... Так это, знаете, выставка достижений джипового хозяйства. Вот что такое Камчатка. Вот все они тут. Мне вот эта вахтовочка понравилась. Вот такое ощущение, что прямо-таки с завода вот этот вот Камазон. Мощный, новенький, хорошенький. А есть, конечно, и зелочки такие уже видавшие виды. Да, да, да. Все вот тут вот так. Потихонечку собираются, как вы видите, на трекинг туристы. Мы сегодня здесь не одиноки. Да, групп так немало. И, конечно, восхождение обещает быть, друзья. Ну, я надеюсь, вы с нами. Ну что, от станции геотермальной мы отошли совсем чуть-чуть. И уже какие-то картины апокалипсится. Сегодняшний туман нам, конечно, придает впечатлений. Группа так немножко растянулась, но, тем не менее, все стараются не терять друг друга из виду. Опять же, очень такая интересная поверхность вулканического песка здесь, как такового, нет. Где-то есть грязюка, где-то что-то растет, где-то лежит снег в долинах. И по снежку мы тоже пару раз будем перебираться. Но цель наша, это, конечно, те самые дачные источники. То есть, все та же самая вулканическая геотермальная активность, которая находится под землей и выходит всякими разными проявлениями, фумаролами. Но видите, как здорово здесь изменилась природа с момента нашей последней остановки. Про деревья тут уже, конечно, говорить не приходится. Это вот такой стланник. Это в основном кусты. Просто потому, что, например, зимой здесь совершенно спокойно ветер может быть до 50 метров в секунду. Просто шквальный, который сдувает тут все вокруг. И снега может быть до 10 метров в высоту. Толщина снежного бокро. Сейчас август, а снег вон там, да, вы отлично видите. Белеет, проглядывает сквозь туман. Это у нас выход пара. Там вода, да? Да, там вода. Ага, Илья туда опустил термометр. 78 температура. Яйца варить можно легко. Вот так, друзья, такие чудеса. Чудеса посмотрели. Идем дальше. Все чудеснее и чудеснее будет с каждым шагом. Здесь мы встречаем симпатичный водопадик. Подтаивает вот там. Снег спускается вот такими красивыми струями вниз. А здесь снежок не просто грязновато-белый, но еще немножко розоватый. Всяких разных химических соединений здесь вокруг и в земле, и в воздухе, конечно, хватает. А вот эти самые пепелацы, как будто бы оставшиеся декорации из фильма Кинзадза. Это не что иное, как шахты. Шахты, которые пробурили в земной поверхности на глубину от 600 до 2 километров. Только представьте, от 600 метров до 2 километров. И как раз там и добывают тот самый пар. Тот самый пар, который разогретый, горячий, поступает вот в то желтое здание, что видели мы сами на парковке. Ну и, соответственно, уже там вращает турбины и вырабатывает электроэнергию. Причем интересно, что потом его возвращают на место. Этот самый пар, то есть, обратно закачивают в земную кору, чтобы, соответственно, этот источник энергии был возобновляемым. Мы спускаемся к небольшому каньону речки. Ну, нельзя сказать, что прям простая прогулка, но и не сильно сложно. Начинает вонять. Не пахнуть, друзья, а вонять. Вонять серой. Сероводородом. И потихонечку там чего-то будет выходить из поверхности земной. А вот тут как-то и туманчик куда-то делся. Хотя бы видно, что мы, посмотрите, в каньоне реки. И таких водопадиков, кстати, тут совсем немало. А вот уже чего-то начинает и бурлякать. Это не гейзеры. Когда дачные источники называют малой долиной гейзеров, это некое лукавство, рассчитанное на невзыскательного туриста. Это выход пара. То есть, прямо сейчас под нами достаточно много воды. И вот эта геотермальная активность нагревает эту самую воду. То есть, под нами бурлящее озеро, друзья. Которое иногда выходит на поверхность где-то вот таким кипятком и просто реками кипятка. Где-то отдельными фонтанами паровыми. Где-то пузыриками, которые, соответственно, бурлят и выходят такими аккуратными лужами. Вот вам один сейчас покажу. Представляете, кипящая земля. Даже не земля Санникова, а вот прям-таки кипящая. Вот прям вот так. Ни рук туда сувать не стоит, ни палками тыкать. Более того, тут как-то надо еще постараться не упасть, переходя ручей. И тут что-то шипит прям. Смотрите, вот прям шипит, шипит. Выходы вот эти желтые, это, скорее всего, уже окис серы. А может быть еще какое-нибудь красное, тогда это, скорее всего, марганец. А вот там сейчас посмотрим температуру. Сколько, Илья? 88, а можно прямо увидеть? Прямо, да, вот действительно. Вот прямо сейчас. Вот это вот, то есть не то, что здесь варить яйца. Тут можно вообще все сварить. Тут прям вкрутую. Фантастика и набирает как быстро. Фантастика. Друзья, снимать научные какие-то или фантастические фильмы здесь можно без декораций. Посмотрите. Научно-фантастические, точно. Фантастика. Спасибо большое. Да, здорово. И вот они, лужики-то разного цвета. И запах. И бурлякает все. И мы в этом во всем идем. И разный цвет, и разный свет. Слушайте, и туман. Туман сегодня, надо, добавляет как раз такой загадочности всем этим местам. Может, и края, наверное, не до конца все-таки изучены. А здесь вот совершенно чистейший ручей течет. Видите? То есть где-то выходы такие достаточно мутные и грязевые. А вот тут вот-вот-вот. Ну, я даже боюсь ближе подносить руку, потому что 88-м это прям гарантированный ожог. Поэтому... Ой, не надо, Петр. Не надо. Да, кипяток, правда? Да, кипяток, да. От кастрюли. Фантастика. Фантастика, друзья. Да, насчет ароматов. Северодород, конечно, так себе. Дышать им сильно много-то и не нужно. Поэтому подобные трекинг-маршруты, они рассчитаны на несколько часов. Так, чтобы здесь заночевать с палаткой, думаю, что ни у кого голову не приходит. Хотя, в здешних краях любят ночевать, вы не поверите, медведи. Потому что они здесь устраивают, ну, не конкретно здесь, а вот неподалеку. Им очень нравится то, что здесь тепленько. И, собственно говоря, берлогу поближе вот к таким вот термальным речкам или вот к таким теплым лужам они могут себе выбрать. Ну, у нас, понятно, есть все необходимое, чтобы как-то близко с медведем не встретиться. Не переживайте за нас и опытные проводники, но вообще такие случаи бывают, бывают. Первая площадочка, на которой мы с вами будем, как раз и называется медвежья. Хотя вот пока следы здесь только ног человека. Все дымит, все парит. Я надеюсь, вы слышите, как вот это вот шипит, да? и булькает. Точно! Вот они, гидрофильные водоросли. Посмотрите, беленькие. Это еще беленькие. То есть, это те, которые появились относительно сразу после возникновения вообще земли. С них началась жизнь на земле. ведь это же, это же фантастика и это можно увидеть своими глазами сегодня здесь на нашей Камчатке. Четыре с половиной миллиарда лет, то есть, так давненько на свет появилась наша планета. Так вот, плюс-минус. Начинаются там всякие бурления металлов. Металлы потяжелее будут сконцентрироваться. В центре получается ядро. Металлы полегче. Они, собственно говоря, будут районе мантии. И вот верхняя кора, если хотите, будет образовываться литосфера. И вот потом, только представьте, разные перепады температуры, разные химические, физические условия на протяжении почти двух с половиной миллиардов лет. И вот только потом появляются вот эти первые беленькие водоросли. Первые какие-то признаки жизни. А потом, соответственно, уже и научились эти самые водоросли за счет энергии солнца жить. Хлорофилл, да, соответственно, и прочее, прочее. То есть, воочию увидеть, увидеть своими глазами процесс просто формирования Земли и увидеть те картины, которые на Земле были миллиарды лет назад, можно сегодня здесь. Немножко в картину миллиардной давности не вписываются те самые вот эти будочки этих ГЭС, но да ладно, вон опять фонтан. Даже не фонтан, а просто такой порог. Спускается вода, и вот вот такая долина, и мы здесь. Поднимаемся чуть наверх, и здесь целая полянка вот этих гудящих пепелатцев. Они здесь из тумана вырастают, вот так выглядят. Видите, даже они парят, потому что у них есть какой-то клапан для сброса лишнего давления, а основной пар, он уходит вот по этой трубе в сторону станции. Если остановиться на берегу вот этого небольшого зеленого озера, слышно, как квакают лягушки. Вот так. Здесь еще очень высокие металлические вешки. Вот сейчас чуть правее нашей группы по центру вашего экрана. Понятно, нужны они для того, чтобы дорогу обозначать. Зимой снег тут бывает много. И вот эти пепелации. Близко к ним подходить нельзя. Тут везде таблички, что запретная зона. Но даже вот так чуть издалека еще и в тумане они выглядят совершенно волшебно. Сталкера можно снимать просто завтра. Как вам вот это строение? Непонятно он для меня предназначение. И вот шли-шли мы по какому-то бездорожью и вышли на дорогу. Видите, вот. Самое, что ненависть. Причем проезжие следами от машин. Ну, вот как-то так, друзья, мне кажется, что добавит красок во всем пребыванию на Камчатке. Вот такая прогулка к дачным источникам. А, вон и машина, да, это точно дорога. И вот из тумана выплывают стенки разина челные. Смотрите, какая дорога. Какие обочины дороги. Тут встречаются вот уже какие-то постройки и бытовки для рабочих. Тут люди живут. Видите, стоят в розовом халате. Прям люди. А вот там на холме сквозь туман проглядывает. С петушком вы не поверите в виде флюгера. Не знаю, видели ли вам петушок, но поверьте, он там есть. Это общежитие для рабочих, которые тут начали строить, потом вроде не закончили, потом опять начали. А вот тут интересно, довольно большая масса воды, ну, то есть просто огромное, большущие озеро, и выходит не так много. Пара, но лучше, я думаю, не надо проверять, расплавятся ли палочки вот в этой, в этом серном растворе. Вот видите, выходит на поверхность серы и сразу она окисляется, поэтому получаются вот такие вот желтенькие берега. Но самое интересное, что здесь можно почувствовать землетрясение. Вот здесь сейчас стояло наше 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 Вот у этого камня действительно чуть-чуть потряхивает. Может быть, вы слышите, как клокочет сейчас. Когда я замолкаю, начинается все самое интересное. Вот это вот бум-бум-бум-бум-бум. И вот здесь сейчас Наташа, сейчас ее левая нога будет ощущать небольшую вибрацию земли. Это очень сильно. Это необычно. Бредем сквозь туман. Тут, друзья, понимаете, на Камчатке погода, она непредсказуема совершенно. И в любой момент может поменяться. У нас с вами нет другого шанса посмотреть дачные источники, поэтому идем сквозь туман, продолжаем наш путь. Вот здесь в тумане стоит очень много рабочей техники. В этих временках живут рабочие, строится дорога. В этих краях дорога нужна будет, конечно, для того самого горнолыжного курорта. На одном из склонов Вилючинской сопки хотели сделать относительно. Вот недавно был проект как раз большой горнолыжный комплекс. Потом вдруг выяснилось, что Вилючинский там он как-то ожил, начинается какая-то его там активность. И, представляете, так, на вулкане что-либо строить, или жить на вулкане понятно не очень здорово. То есть, пока только вопросы, что будет с этим проектом. Но дорогу потихонечку сюда начинают тянуть, так, чтобы не только на полноприводных вахтовках сюда можно было проехать. А вот тут, посмотрите, сквозь туман чуть видны палатки. люди там стоят на ночь. Фантастика. А не боятся люди надышаться сероводородом вот тут ночуя? Да? Слышишь, шумит? Шумит. Это вот оно. Оно. Слышу. Ах, это не речка. Это прям шумит. Саша про шумит. Говорит, это выходы пара как раз из земли, причем постоянные. Вот эти шумит мы будем сейчас смотреть. Это здание меня, конечно, потрясает. Кроме петушка на флюгере, еще, заметьте, весь цоколь первый уровень, ну, вот, 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 вот так вот, да? Рассчитан на то, что может быть столько снега. И что его снегом как раз-таки засыпет. Вот так. и все тут более-менее жилые какие-то помещения начинаются на втором-третьем этажах. Птицы поют в этих краях. Птицы, птицы, не знаю, слышно или нет. Птицы. И, конечно, все самое главное впереди, поэтому нам сейчас нужно спуститься вот сюда, в этот овраг, а потом, соответственно, подняться. Космос продолжается и уже вот такие серо-бурые камни. Встречаем здесь мы, которые лежат на дне такого горного ручья. Такой же грязный подтаявший снег. Напоминаю, дело происходит в августе месяце. Чуть не упал, нормально. Палаточный лагерь у нас вот впереди. И тут, кстати, да, действительно, совсем и не чувствуется серо-водорода. А мне еще вот это строение нравится. Посмотрите, ребята, вот-вот-вот-вот вот тут это туалет. Прям вот такой палаточный. И вот здесь, посмотрите, вот это все когда-то, конечно, смыкалось. То есть, это, как вы понимаете, снег, уже спрессованный в лед, и вот под ним там продолжает течь. Вот это подснежная река туда-вниз. Ну, сильно, конечно, ничего не скажешь. Прямо вот, прямо вот, вот так. бесстрашно и отважно все участники и участницы группы нашей спускаются у нас. Увидел ребят, которые здесь живут в палатках. Прямо вспомнил юность студенческую. Как ходили мы так по Карельскому перешейку. Еду готовили на костерке. Вот там еще ребята, видите, рыжая палатка стоит прямо на берегу. И еще один овражек. Это даже, наверное, посерьезнее будет. Тут снега побольше. Вот оттуда с вершином потихонечку стаивает и превращается как раз вот в такой бурлящий поток, который нам предстоит преодолеть. Очень меня радует вот этот талый снег. Посмотрите, и вот эти потоки. Ах! Откуда-то с небес просто, из тумана здесь вода берется. тут пошел подъем уже посерьезней. Идем вдоль эстланника и ну, например, лобазника. Если я все правильно понимаю, это он. Его как антисептик коренные народы использовали в свое время рыбу пойманную заворачивали, чтобы она дольше свежей оставалась. Еще открывается один неплохой вид на небольшой порог водопадик. и потихонечку начинают все явственней шуметь те самые правые фонтаны. Идем мы идем. Саша, наш проводник, рассказывает нам про особенность интимной жизни итальменов коренных народов. И тут сразу тундра зацвела. Понимаете, вот так бывает всеми цветами радуги. Может, не знаю, где тут рододендрон камчатский? Я понял. Слава Богу, есть у нас знатоки. Мне так всегда было до ламочки, цветы называются. Главное, что они есть. Но главное, что их здесь очень много, и они разные. Это клево. И вот такая изморозь над ними. Ну и вот там уже прямо таки настоящие. Прям уже громко слышно. И вот это уже не водопад и не река. Ну даже и не гейзер. Это вот такой громкий выход пара здесь, на нашей с вами активной площадке дачных источников. То есть мы добрались и сейчас группа наша сделав небольшую паузу, пойдет туда все это слушать и смотреть вблизи. заметьте как разнообразно по краскам здесь почва опять же из-за того, что окисляются разные химические соединения по-разному которые вырываются здесь и из-под земли. Вот тот овраг так и вообще какой-то красно-рыжо-зеленый. Наш вот этот он больше бежево-желтый есть несколько выходов пара вот там наверху отлично видно как они так дымят курица и есть вот эти действительно активные сейчас подойду поближе и замолчу чтобы вы это послушали услышали уникальная вещь друзья если мало ли долину гейзеров все-таки по разным причинам на вертолете вы не полетите то совершенно точно дачные паровые источники могут быть альтернативой заменой тем видом и краски мы уже начинаем привыкать к бурлящим кипящим и булькающим разноцветным лужам хотя конечно это настолько удивительно и забавно что привыкнуть невозможно но если в кальдере у зона мы с вами видели нечто подобное то вот такого мощного выхода пара там нет поэтому Камчатка она конечно дарит каждый день какие-то новые эмоции но посмотрите что творится идем ближе малая долина гейзеров это такое туристическое название дачных источников гейзеров тут нет но посмотрите из-под земли вырываются струи пара вот с таким грохотом очень страшно но можно подойти поближе сфотографироваться специально дам вам панораму с одной точки вот никуда не пойду просто повернусь на 360 градусов здесь вот эти булькающие лужи там в тумане идет следующая группа здесь уже мы как раз в каньоне этой речки и вот приходится голос повышать перебивать эти самые паровые столбы посмотрите чувствуешь себя героем какого-то научно-фантастического фильма дым пар разноцветные берега горячие реки дымящаяся земля и наш скучающий проводник Илья в желтой кепочке вот там на вершине видит эту долину уже 158 раз поэтому преспокойно закусывает там себе что-то из ланчбокса приятного аппетита Илья я решил еще перебраться через этот поток и немножко показать вам вблизи сами вот эти выходы кипятка и пара будет горячо но мы справимся вот это был небольшой такой котел если хотите но он ей богу плюется кипятком вы это видите сейчас рядышком котлы помощнее и вот туда подойти можно лишь на несколько минут потом становится жарко ну как будто специально природа позаботилась о камушках которые здесь лежат ух и тепленько здесь друзья я вам доложу серого влагорода много воздуха нет это пар но как в таком большом турецком мощном хамаме себя чувствуешь я уже вспотел выхожу отсюда вот еще может быть на эти водоросли тоже обращу ваше внимание а вот там дальше все заволакивается этим паром немножко протер камеру все запотело но знаете Камчатка это испытание и для техники не только для людей вот хочу вам показать такие волосики водоросли которые здесь наросли в этой влажности в этой температуре такие белесые вот уходит туда речка уже такая тепленькая нагретая этим выходом пара растапливает тот снег который здесь чуть ли не один с месяцев в году ну и еще разочек эти паровые столбы которые продолжают шуметь напоминать о себе даже издалека как вы понимаете друзья когда вы собираетесь на дачные источники купальники можно не брать потому что здесь купаться не придется там 100 градусов соответственно тут довольно холодная речка которая тем не менее чуть-чуть подогрета но здесь мелко и говорят где-то тут чуть если пройти то можно найти такие входы в воду где можно окунуться но мне кажется лучше все это просто увидеть своими глазами а уже поплавать в термальной воде на территории отеля и вот такие высоченные берега этого каньона по этому высокому берегу мы решили чуть подняться наверх посмотрите вот такие например провалы с горящей глины здесь нашли ну и опять же выходы пара в общем понятно что можно идти наступить и вот так а там плюс 100 вот здесь как ежики в тумане мы смотрим все эти разноцветные какие-то вулканические просто кратеры все парит пыхтит бурлит кипит это фантастика нет кальдера у зона и долина гейзеров не заменяет дачных источников не думайте что можно слетать куда-то в одно место и получить представление обо всех уникальных уголках Камчатки нет ее нужно смотреть всю подробно внимательно ну ну потому что уникальные края но нет ничего подобного в мире все заволокло все все в тумане а сейчас друзья мне кажется пришло время интервью хочется взять интервью матушке нашей земли ну то есть соответственно выяснить что она думает по поводу например развития туризма в Камчатском крае все вокруг кипит пыхтит дымит бурлит друзья посмотрите вот так у вас под ногами бурлят например вот такие лужи сейчас даже нам послушать закипает вот такая посмотрите похожая немножко на перевернутая сердечко какая-то рыжая воронка здесь просто аккуратно побулькивает видимо чей-то след ноги вы понимаете друзья что здесь на Камчатке можно просто услышать голос земли просто что-то вроде небольшого диалога устроить с самой матушкой нашей планеты вот так она формировалась миллиарды лет назад вот так все клокотало и парило когда на этой планете еще жили динозавры мы возвращаемся оставляем эти выходы пара уже позади но продолжаем наш трекинг и вот тут сейчас мы идем по снежному мосту значит еще раз друзья давайте выясним вот там вода да не пойду не пойду вот там собственно говоря провал то есть там все подтаяло и вот прямо сейчас под нами немножко снега потом немножко льда а потом тепленькая водичка этой самой горной речки которая аж вот туда спускается и причем еще разочек там она растаяла полностью увидите сквозь туман мы же идем сейчас вот по снегу самому что ни на есть лишайниками поросшие огромные каменюги и вот тут он по-моему единственное место где более или менее чистенький и беленький такой что даже сфотографироваться можно мы тут идем идем и тут вдруг оказывается что вот это герань вот так друзья ну камчатская понятно тут ясен перец все камчатская ах смотрите как она хороша в этих капелюшечках пара так вот здесь целые склоны холмы поля герани правда камчатской а вот тут потемнее фиолетовенький это рда д дрон мы уже тоже выяснили и тоже камчатский и вот тут уже мы тоже камчатские поднимаемся наверх и собственно говоря очень что-то мы проголодались наверное уже в сторону обеда пойдем но еще до обеда будет нас ждать друзья приключения будем искать один местный симпатичный водопад до которого не так-то просто добраться дорожки тут соответствующие но наш луноход нас сюда довез чуть потряс по дороге конечно но в целом мы справились вновь берем палочки в руки и отправляемся на поиски водопада к водопаду мы идем по вот такой вот тропке ее даже не назовешь лесной наверное больше такая тропка в тундре ну немножко потеплело вышло солнышко немножко куда-то делся туман что нам на руку конечно чуть уже видите так спокойно растягивается наша группа все прекрасно понимают что обед еще нужно заслужить немножко ветерок и конечно вот это разнотравье продолжает удивлять вот эти цветы растения которые живут в очень суровом климате и запах камчатские ароматы это просто местный специалитет здесь совершенно не пахнет морем здесь действительно пахнет совершенно разными цветами больше их часть эндемики то есть не встречаются они больше нигде вообще ну а дорожки тут соответствующие то есть жигули может не пройти только такая специально подготовленная техника сюда доезжает ну или на своих двоих собственно говоря с палочками этой ходьбы в руках заметьте что у нашего проводника или в правой руке петарда не потому что скорый новый год вообще скоро полгода остался а потому что в любой момент за кустом здесь может быть мишка кусты здесь достаточно высокие и скрывают человека поэтому идем мы достаточно плотненько вы видите группа так особо не растягивается у нас еще три гида соответственно которые вот так вот группу сопровождают в том числе и замыкают как раз нашу процессию мы идем разговариваем так прям не стесняемся прям в голос чтобы мишке тоже рассказать что мы тут на подходе любой уважающийся медведь конечно связываться с человеком не любит не хочет и не будет но вот здесь в этих зарослах в этих кустах совершенно точно он может быть и вот друзья чуть дорожка пошла вниз и посмотрите открываются какие чудеса раздуло слава богу раздуло нам весь этот туман и мы можем все более менее увидеть мы сейчас будем поворачивать направо пойдем туда через кусты а я вам пока покажу просто как выглядят вот эти предгорье изумрудно-зеленый цвет травы потемнее кустарники посмотрите вон туда всю долину отлично видно и кстати уже слышно что где-то там водопад там наша верхушечка открывается еще лучше здесь у нас заросли стланника заметьте камчатского рябина вот это смотрите вот Саша по колено рябина вот вот так вот бывает да ну и где-то там идем на звук шумит водопад с водопадом тут вот какая история водопад он на ручке спокойном но я вот все никак не могу себе представить водопад спокойный поэтому может быть и к лучшему что его переименовали буквально в прошлом году и сейчас он называется водопад снежный барс тут заросли я вам доложу тут прям таки идем мы ну не продираясь сквозь камчатские джунгли но по крайней мере изучить флору тут можно ну и вот противоположный берег симпатичный вот с этими посмотрите эрозиями выветриваниями такими обрывающимися как раз сюда в русло скалами смотрится очень очень и очень здорово здесь первый раз на тропе место где появляется водопад поэтому объяснимая и понятная пробка все хотят его рассмотреть и сфотографировать он по своему прекрасен а мы еще наверное и поближе подойдем и увидим его совсем вплотную и вот вот такое красивое ущелье чтобы добраться вплотную к водопаду нужно преодолеть тут некие отдельности они не столбчатые правда но тоже вот так непросто ну а там впереди совсем красиво а вот сейчас сыграем на контрасте последние шаги они такие достаточно грязненькие но зато здесь есть смотровая площадочка с которой вы посмотрите даже брызги долетают вот уж действительно снежный барс как если по мне так это один из самых красивых водопадов из тех что я видел класс ну и вы понимаете что он популярен как раз у тех кто хочет сделать красивые снимки меня засыпает заливает этими брызгами смотрите какого цвета вода и вот туда струится по камням с пеной этот поток чтобы стать частью вот такого ущелья да друзья это роскошь конечно все это видеть подышите полюбуйтесь послушайте его вода вода ну а те кто решили на своих колесах добраться до водопада вот таким вот образом поднимаются мы же соответственно окутанные клубами их пыли продолжаем милую прогулку на этот раз уже вверх туда в сторону полянки где у нас должен быть обед вот как проголодались наши участники что даже легко не замечая препятствий не просто взлетают впархивают наверх в долине остается туман как обычно у нас как только мы все посмотрели туман а мы вроде справились с водопадом и вон та наша голубенькая enjoy камчатка это наш сегодняшний мишленовский ресторан вот какую вкусняшку здесь приготовил нам экипаж первый раз я куда-либо езжу с поваром я вам хочу сказать это фантастика вообще и представляете с видами на камчатские вообще красоты мы здесь будем обедать ну что же вот такие они у нас получились наши дачные источники смотрите отличная локация прекрасная поездка из Петропавловска Камчатского на целый день даже если вам не нужны вертолеты если вы их не любите или их боитесь или для вас это дорого то посмотреть такую настоящую камчатку изнутри можно вот за эту поездку и дороги леса и горы и вулканы сегодня у нас они правда в тумане ну и конечно самое главное вот эта геотермальная подземная активность земли посмотреть планету вот в таком вот ракурсе в таком разрезе это уникальная история и поэтому друзья от всей души пока нас тут совсем в тумане не скрыло готов вам подобную поездку посоветовать с вас нравишко если это видео было полезным и вам понравилось и подписка на мой канал